разгром колчака я вас приветствую о волшебник здравствуйте здравствуйте я значит подумал очень интересная штука вот этот фигня америкосовская модным словом называется тайминг control денег стоит не человеческих но по сути по факту это обыкновенный аналог октан корректоры то есть на драги когда валишь там под разное топливо можно выставлять угол обережения зажигания вот а у нас такие штуки продаются на футчика еще за копейки может быть мы наладим поставки американским сракером ночью нет октан корректора и назовем это рашин тайминг control the best or nothing а нет другой слога как тебе идея но идея ничего такая кстати говоря почему нет день ничего да надо сейчас попробовать прям купить штучку и на ebay выложить с классным описанием да рашин рашин да будет вообще огонь я кстати знаешь чё я тут дядя лови книжонку принес почитать так сказать интеллектуально развиться как раз книжка до после проституции в древности я думаю самый топ лишь разгром кулчака но проституция древности было огонь кстати говоря да там картинки были достойные я пару страниц зачитал что хотел тебе сказать то ты чё здесь кепка то я смотрю по-моему и не взял то люк там не кепки не идут я здесь оставил так вот очень аккуратненько я реки не идут я же сказал волшебник ну чё смотри в ней как синяк ну ты поправь ее немножко и будешь как беляк как беляк семяк ну господи я не знаю как это будет все происходить сейчас ну как-нибудь я конечно поправлю удивительная история не знаю мне кажется все таки волшебник нагоняет вот неужели не вот я чем-то сейчас на сантех хочу похож или на суши машинку нашел опять прямо сейчас смотрю появилась только выложили что блин пара не знаю скажите идут не кепки нет помню фига не идут сейчас конечно настроим чё какую машину за что там зил 157 кстати о чем и говорилось вот он вдруг есть где смотри-ка чё у нас ну и где он сушу да здесь недалеко недалеко пофиг воржеве ну на воржев да да ну на воржев чё под обсковом принципе можно докинуть еще ржев не новая ржев тверская область чё да кстати ничего такая машина и вроде даже на ходу вроде бы на ходу ну как пишет хозяин то поехали проверим на самом деле может быть мы давай сначала позвоним перед тем как ехать ну давай позвоним на стройной столбе я смотрю у тебя у тебя вот уже реально как бы перья за спиной появляются покрыляет ну ну чё давай позвоним ну давай моя рациональная интуиция подсказывает что вместо того чтобы сейчас заработать денег мы поедем их подсказать причем опять черти куда ну что человек скидывает мальца поэтому поэтому надо мчать надо мчать надо мчать надо мчать волшебник я хотел с вами об этом поговорить да непосредственно матчасти так зил 157 до варжей да не то чтобы варжеве там еще немножко у нас как всегда в городе же ничего не бывает никогда там опять деревня очень при том деревне такая по моему если электростали ты такая какая-то московская торже в там еще торже вы километров по он 30-40 такой немножко несут я просто ты знаешь я кое-что знаю об этих машинах особенно силе 157 он да так вот я хочу сказать 600 километров даже 160 даже даже 660 жесть дело в том что максимальной скорости два автомобиля по техническим характеристикам 65 километров в час нового ну да в те года очень хорошо то есть наша крейсерская скорость по дороге домой со старшка 50 километров на глазах у своих его неприятеля теперь делим 600 и сколько у нас получается значит это где-то с перекурами короче с кофе на пописать у нас в лучшем случае только на дорогу обратно 12 часов но при том да если так посмотреть мне кажется у нас средняя скорость будет километров 35 потому что торможение там пока разгонишь это опять же кстати как он заводится работает ездит лишь дам человек на нем тут два года работал или он также как газель два года назад во двору поставил вроде бы такой честный человек был но мы пока же посмотрим но как взяли сейчас вроде бы все хорошо дай бог ну мы проверим по факту чё ну да где наша пропадала варжи еще не пропадал ну чё в бой в бой в бой погнали берег как там говоришь оленин у ленину сейчас что-то глючит деревня оленина тверская область деревня оленина мне кажется символично а ленина там нет оленина там нет но есть вот на слово олени так и что у нас получается осталось девять часов это девять часов мне очень нравится очень символично мы когда ехали с газелью у нас девять часов показывала часа три ребята вы смотрите сколько показывал туда 3 часа 9 часов волшебник это все что до москвы но это мы просто сейчас может быть едем 40 километров да это символично есть еще один нюанс дело в том что у нас ни у одного него второго нет прав категории c вот поэтому мы приняли решение решили с собой взять самого гламурного водителя в обтягивающих джинсах он там спит сейчас и поспать не дает и права я покупал он сейчас да кстати права он купил это очень интересно будет за грузовиком ни разу не сидел но права есть это очень интересно да ну что ж приключение секретного гаража вновь продолжаются и едем в тверскую область в деревню оленина за зилом 157 за колуном короче за голуном да я кстати знаешь что я хочу сказать расход топлива расход топлива этого автомобиля составляет 42 литра на 100 километров сорок два к одному что один к одному расход ну нормально это это кирилл скоро проснется короче едем 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 беда ну почему беда нормально все будет слушай волшебник хватит уже родбул фигачить у тебя реально перья уже торчат из спины без крылья растут тебя все время да не проблема я одну бутылочку одну баночку в месяц я помню регулярно о нифига вот это как понимать вообще что это такое происходит такого даже мы себе не позволяет ну чтож продолжаем движение и ты говоришь флаги ты а где хватит собачки зарядки есть флаги до очень пушки вижу вот это достойно подключи белый здесь это все серый серый дилер евро сети забирает такие флаги какие флаги то есть ребят черепа черепа маленькие все большие есть на большие флешки вот это огромный флаг ой не не нам какой-нибудь такой отечественная шлак типа того тем кто смело тем кто смел и сердцем молот мы вручаем серфу молот ну что-нибудь в этом роде санкт-петербург санкт-петербург саре волшебник есть санкт-петербург флаг слушайте а нету палку в лесу срубим а сколько стоит 700 рублей за 500 почему кашу сур ты умеешь торговаться не нужно нам нужен красный касси забивай касси забивай сам петоножнику флаг слушай я не могу тебе сказать но было бы красиво а вот еще российские а с гербом подешевле или подорожку а такой же такой же а что так дорого это 700 рублей а материал у нас в санкт-петербурге такие флаги по 300 рублей так это в санкт-петербурге один за ставкой а нет почему вы желтки берете здесь помимо есть еще много чего интересного о ничего себе волшебник иди сюда смотри это лучше 700 рублей слышь а еще больше есть волшебник смотри что я нашел но можно побольше мусори но можно бонусом от рожденный в ссср нормально в очередь но поедем вообще на газоне а вот больше то есть назили вернил а вот эти которые висят у нас так нам такой нам как раз большой тренинг ой домовенок мы сейчас просто едем за селом за машиной мы обратно на грузовой поедем и нам надо такой флаг чтобы знаете отъедем раньше знаете что интересно мы находимся с вами на московской трассе да вроде как бы деревне и домовенок домовенок искренне и такой исконно русский персонаж держит в руках доллары если бы он баксы не держал я бы его купил реально ну зараза баксы держит таких нет слушай а нет кто рубли то держит они ли они все на долларах вообще не понимаю друзья мы в россии почему то мы это держим баксом ну какой пиратский ну вообще назили на 157 такой исконно советский автомобиль ну че ты как вы под пиратским флагом поедете какой на самом тяжело понять ну вообще не не ну пиратский не не я за не волшебник не ну это не тема вообще не ну оно российский конечно российский да российский а лучше советский ну или хотя бы санкт-петербург когда пойдем на питер обратно рожденный в ссср мы родились в ссср подожди кстати мы да мы еще да так я тебе предлагал не знаю ну что ты меня не а вы где родились я в прекрасном городе ленинграде мальчик в обтягивающих джинсах да самый гламурный водитель взяла о вот это кстати слушай ну отечественная война только ты вверх ногами держишь с ним победа да 600 рублей 600 рублей ну давайте уже за 500 ну что же мы так стоим только как огонь я хочу сказать волшебник победа мы за ценой не постоим пойдет да мне нравится ну сейчас то не будем потом уже повесим ну да ну что огонь приключения продолжаются я думаю что поедем с флагом а мы все таки там палку и вырубим я тебе говорю в лесу да да но для этого все необходимое ну все все валим валим пианина не каленин поселку да а выезжали полицейские после него куда ты говоришь на право налево налево после него налево три поворота смодж это как садовы участки да ну вот 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 выезжает так ты говорил у него не одна машина Ну вот вроде бы как не одна, но сейчас это все и посмотрим за одну. То есть мы сейчас как всегда приедем и из трех хороших выберем самую плохую, да? Не знаю. И на ней поедем, потому что подешевле, еще и торганем, да. Ну надо подчеркивать. За вывоз мусора еще и денег возьмем, да, как за газы? Ну я думаю здесь не так, здесь вроде бы человек работал, нет. Вот газончик стоит, то есть такой, под Москвой. Так, раз, поворот налево. Уже началось, началось опять проселки. Слушайте, мы сюда такой секретной дорогой ехали. Очень секретной. Очень секретной. Есть подозрение, что мы этой же дорогой будем возвращаться. Это будет экстрим. Но поскольку ехать мы можем долго, сейчас погода вроде разгулялась, мы даже чтобы время сэкономить можем прямо шаштег замутить в кузове. В кузове взяла пока едем. Ну да, только с мясом найдем. Да найдем мясо, что мы с мясом не найдем, что ли? Тем более вот, наш гламурный водитель проснулся. Ага. О, еще один газончик. Слушай, мне кажется, если в электростали, понимаешь, это газельная такая. А это такая. А это газонная. А это газонная, да. Газонозилная. Газонозилная. Газонозилогазонная. Так это же не поворот был, по-моему, да? Я не знаю, ты водитель, твои правила. Так, третий поворот. Опа. Опа, опа, о, а, нет, ничего интересного. Ничего, просто обычный кузов. Ничего интересного, обычный кузов. Уже знаешь, глаз наметный, что за помойки стоят? Собирать. Слушай, надо реально устроить как-нибудь этнографические путешествия и поискать, или видеть это вообще в таких местах. Я уверен, что... Ну, это очень интересный темно. Здесь-то, может быть, уже и нет, как бы, а вот куча деревень, которые мы проехали. Я тебе хочу сказать, что там... Ну, Нивы тоже ничего интересного. Там можно много чего найти. Это, смотри, это прямо коттеджики, ничего себе. Да, кстати. Сюда вот какой-то прям. Двухэтажные домики. Курицы ходят. А вот он, наверное. Где? А, вон, да, походу. Да, вон, да. Вон, встречается. Ну, всякие тут поделки. Думает, что за олень приехал. Нормальные олени. А, вон он. Виктор! А, вот он, смотри какой. А, а наш вон тот, который в кустах. Добрый, где можно припарковаться? Приветствуем. Приветствую. Привет, Илья. Какие вы все красивые. Гоша, очень приятно, да. Сейчас тормозну. Ну, что, пошли смотреть? Пойдем, огонь. Какой? А, вот тот, да? Вот тот, да, конечно, дальний. Ну, так он на фотографии, вон. Огонь, огонь. Ну, что, волшебник? До Питера 50 км. А реально, а сколько средней скорости? Ну, у него максимальная по паспорту 65, да? 65, он больше не пойдет. Больше не пойдет? 60, 60 я ездил как-то. 60 едет, да? Больше раскочегарил. Ну, короче, днем завтра мы приедем, не вечером. Так, отлично. Ну, что, а где сканью-то, которую забираем? Вот. Какая нах... Ты мне сказал, сканью забираем, а это что такое? Как я на этом поеду? Слышь, ты в джинсах глобольных. Вы что мне тут развели меня? Ты права взял? Я с Питера приехал. Слышь, ты в водителе против. Вы нахрен права нужны для нее? Кто такой тормознет? Ебаный, кракалыга. Короче, Кирилл немножко возмущается, но ничего страшного. Так, осмотрим на зил, цветки зил. Так все достойно. Опа, Хьюстон, у нас проблемы. Витя, а сколько у нее бензобаков? 45 литров. Бензобак девяточный. Ты понял, да? А расход-то 42 литра на сотку. Ну, вот и будете заправлять. Удачи! Вот это первое приключение. У нас топливо хватает. А он заведется, реально? Это первая машина, которую мы берем и которая заводится. Огонь! Но бак на 45 литров меня удивил. Да, да, да. И по местности. Блядь, кипец. Короче, а канистры у нас нет, да? Я думал, бак там и 500. А запаска-то у нас есть? Слушай, а канистры... Запаска, это очень смешно. Запаска, да? Короче. Вот это заморочи. 42 литра расход топлива на сотку. Ну ладно, это сейчас посмотрим. Вить! Вить, а как он на 92-й бензин реагирует? Я на них вот сколько езжу, уже на 90-ых ничего, он как нормально. Что 80-й, что 92-й, вообще ничего не горит никогда. Даже едет. О-о-о-о-о-о-о, стой, Ара! Ара, стой! Не жги бензин попросту. Не жги у нас на столе. Не жги бензин у нас, понимаешь? Тем более здесь наверняка ничего нет. Капот лучше открой, открой капот. Он и так открыл. Ну как открыт? Не может быть. Молшебники? Да, поснимайте. Я в шоке. А, о, бак меня удивил. Очень хорошо работает, очень. Смотри, генератор, обрати внимание. У нас, как всегда, проблемы такие, знаешь, дворчики с электричеством. Но здесь у нас вряд ли что-нибудь отпадет. Да нет, у нас больше доехать. Не знаю, сколько на нем есть, или давайте, как бы говлял вот такой. Ну лучше не лезть. Слушай, а нет болта еще одного трамплера, привернув, он просто на одном болте держится. Хочется, видишь, расшевелиться. Вот этот один что? Не-не-не, вот этот трамплер, вот тут одного болта не хватает. Привернув, если что. Да, а то он отсутится по дороге, и будет катастрофа. Так, ну провода ладно, пухнет, свечи. Ништяк, а больше, чтобы смотреть, что особо нечего. В роте расходные дворы горят, в роте. Это, в роте, в роте. Сюда. Да. На Скании, да. На Скании. Это лучше, чем Скании, это надежнее. Скании, а какого он года? У меня в роте, в роте, в роте. В 83-го? В 10-го. Скании в 83-го года уже бы сдохло. Слушай, ну класс. Да, мне нравится. А с той стороны, чем? Ну, бак, конечно, один. А канистры нет, никаких ведь? Канистры, может, найдем, но не знаю. А как правильно открывать? Суспезно. Я специально, я тебе говорю, я посмотрел характеристики, там написано, запас хода на 500, короче, по баку. Приезжаем, а бак от восьмерки. Катастрофа. А что-то капает. Литров 36. А что водичка капает? Ой, осторожно. Вот сюда она вот подтекает, в чопик в этот, блядь. Компрессор качает. А, компрессор, подкачка колес. Ну, как бы, да. Не колес, тормоза. Тормоза воздух накачивает. Тормоза и тут подтекает, да, вода. Вода просто подтекает. Если у чопик подальше или болт закрутится. Из пневмо тормозов подтекает вода, да? Да, ну это ничего страшного, да. Тормоза придумали трусы. Это тебе не скание, да? Да. Кабина такая, что-то упала у нее сверху. Слушай, а в кузове все как мы любим? В кузове? Да. В кузове огонь. Нет, в кузове все хорошо. В кузове лучше, чем в газели, кстати, которую мы видели. О, кабина, кстати. Ну, ну, по прийти оттуда. Видно, тут не видно. Слушай, ну, редкие случаи, когда нам не нужно ничего делать. Из проблем, которые бы хотелось устранить на месте. Чопик. Скорее всего делать не будем. Нахрен. Лебедка вообще крутая, кстати, смотри. Да, смотри, рабочая. Тросса на свеженький. Причем, а даже что, механическая получается? Или еще как она? Подожди. А, да, реально. Валом. Да, 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 вон вал отбора мощности. Вообще крутая лебедка. Из проблем, которые меня реально не возбуждают, это то, что генератор трясется как говно. Но это бог с ним. С ремнями проблем нет. Трамблер, вот реально, надо привернуть трамблер. Канистричку вазишки. Обязательно. Вот. И в принципе, можно в бой. А у нас что, есть страховка? Все есть. Ты что, все генераторы отлучают у нас? Так это же у нас, мы же честные корочестроители, у нас и страховка, и права, и все такое. Тихо, все, не поли контору, что ты? Да? Да? Будет записывать? Конечно. Да под нее права-то не назовем. Конечно, зачем под нее права, да? По старую технику права не требуется, но еще. Тогда мы оставляем тебя здесь. Антиквар. Да, деревня, нормально. Вообще хорошо здесь. Вообще, вот мы здесь едем, конечно, класс. Ну что? Мне в ней нравится. Я уже включил. Но пробка для бака, конечно, это ад. Да. Чопик. Пипец вообще. Метлу заберем. Да. Нам бочка какая-нибудь потребуется или что-то в этом роде, иначе мы не доедем. Как у нас столько топлива? Ты не поверишь, я перчатки забыл свои модные. Ну ничего страшного. Да? Ты думаешь? Ну так еще. Руки. Грязь-то надо отмывать. Надо хоть, подожди, надо хоть переодеться. Что-то не снять ни хрена. Куртку, блядь, блатную сейчас испачкал. 620 километров, да, блин? Четко 620? Ну, 650, блядь, да. Мне кажется, это романтично. Мы же давно хотели. Ну, слушай, если... Если газель доехала, то эта хрена, она точно доедет. У нас тут... По тем дорогам, которые мы сюда ехали, блин, конечно. Ну, я думаю, что да. Ты сейчас что хочешь сделать? Да видишь, катуха болтается. Ну? Ну, хотя бы немножко покрутить. А, подтянуть? Да, как минимум. Как минимум. Ну, мотор, конечно, триквацкий. Пиздец. Для хот-рода самое то. Во всяком случае, лучше, чем газельевский, однозначно. Да. Все, затянул? А? Затянул. Я провод нашел бонусный. Нет, еще не затянул. Тут еще вот этот. Ну, короче. Поехали, может, до заправки даем там подтянем? Да не-не-не. Зачем нам такие сюрпризы? Нам до заправки и так на каждой, понимаешь, заправляться. Да реально. Нам заправиться надо еще. Надо масло купить. Масло? Какое масло? Да в мотор какой-нибудь. Надо спросить, масло надо вообще? Он жрет, не жрет. Да, блядь. Я думаю, что за такой пробег. Витя, масло хавает, нет? Ну, как масло? Если куда-то текает. Если так-так-то не хавал. Какое доливаешь? М8. М8, да? Ну, короче, самое нищебродное. Да. Ну, правильно, что выходит. А что он, если он там вытекает, он чуть-чуть, видишь, где-то потихоньку-потихоньку да уходит? Ага. Что, неудобно? Да вообще ад, конечно. Я тебе говорю, у меня вот что на том один стоит затянуть, он тот один, нахуй, никуда он, нахуй, не дьет-то. Можете сильно один затянуть? Я тебе хочу, ну, блядь. У тебя просто бэмбай никогда не было, понимаешь? Не было, блядь. Может вам этот дай с собой, блядь, один? Дай, пожалуйста, нам что-нибудь. Дай с собой что-нибудь. А здесь, может быть, по-моему, и пипи. Слушай, это ты сейчас, мне кажется, не будем, может, этой хуйней заниматься. Я понимаю, что да, давай подтянем просто и нахуй. Честно, блядь. Этот болтик? Ну, как бы так-то, да? Я, конечно, все понимаю, тебе хочется, блядь. Не хочется доехать, волшебник, блядь. Нет, так а ты думаешь, блядь, не хочется ехать сейчас еще. Я понял, все. По-деревенски. Короче, сегодня нет у нас больше футболки белой. Все, пиздец. Что ты опять матом ругаешься? Говорят, наши дети смотрят. Ой, дети, извините. Дети, да. Вот эти мобилы в заказку. О, положи. Катухи? Да, да. Да, давай. Надеюсь, заедем. Пиздец. Конденсатор, да, 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 обязательно. Ты же в электрике у нас. Ну, я не бог. Вот и проявишься свои эти, да? Мастерство. Ну, что там? Мастерство. Ну, подождите, я пытаюсь подтянуть все, что можно. И вот это все, что можно, должно волшебник проехать. Да. Мне кажется, больше, чем 600 мы все намотали. Ну, плюс по этой волшебной дороге. Ну, плюс у нас водитель властинок, блин, ебучий случай. Водитель, да, действительно ебучий случай. Но я чувствую, что нам придется как бы так. Ты понимаешь, что он еще провокацию наводит? Как минимум. Хочет отжать в нос лебедку, но не говорит об этом. Да, 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 кстати, водитель, короче. Да, у него есть внедорожник, и он очень хочет, ему понравилось лебедку очень пить. Но молчит. Но молчит пока. Лебедку стоит денег. Поэтому мы думаем, что львиную часть стоимости этого автомобиля, короче, мы придадим нашему водителю. Но он еще пока об этом не знает. Не знает. Еще как-то все, конечно... Ну что, до стакты, оно уже ездило и работало, господи. Да, оно, да. Ездило и работало, но вот... Вот это вакуумный корректор трамблера, но ему уже кирдык давал, поэтому... Ну и все тогда. Вот, смотри, Коша, еще и катушку заодно. Катуху? Ну, брось на всякий случай. Мало ли что, ну, да. Кандитатор по-соединению. Полный... Полный пипец. На самом деле. Подожди, давайте сейчас попробуем завести. Подожди, попробую завести. Сейчас бензин не кончится, блин. Да нет, ладно, ничего не кончится. Что-нибудь все будет. Бак супер. Я вам скажу, да, к тебе сейчас, если ничего. Да, нам до заправки-то доехать. Ну, на кольцо, вот здесь, где пушка стоит, там заправка у нас. А, все, да, вот там, да? Еще успеешь сегодня по грунтовым дорогам. Давление нормальное. Давка нормальная, да. Ну, если возникнет вопрос, позвонить-то можешь, правильно? Правильно. Только, чтобы понимать, тоже, что я вам, блядь, за 100, за 300 километров, что я могу вам объяснить, ну. До 4 уровня топлива. Не могу сказать, что. Волшебник, я из-за тебя... Ну, до кольца вам хватит доехать. Хватит, да? Там заправить, в канистры туда кинете, если что, у тебя. Там, не знаю, может, привяжете их чем-нибудь, чтобы они не валились. Лучше, конечно, там им ехать. Потому что они могут подтекать чуть-чуть. Да мы и он подтекает. А, зачем они там у вас звонят будут? Да, если тебя в футболку испачкал. Ну, там тебе, кстати говоря, другая есть. Какая? Хелкарс. А, да качу ты, тянешь-то? Давай. Неси футболку мне, хелкарс, пускай, наконец. Это... Блин, хоть бы сказал. Вот я же говорю. Короче... Короче, капец. Надо часы хоть свои взять, любимые. А что, зацепил болт? Я его проебал. Ну, в конце концов, это... Да, да, да. В конце концов, это Зил. Должен доехать. Водитель лосины. Че там водитель? Моросит? Готов почти. Готов к чему? Лосины поправляет? Да, бля. Труду и обороне. О! Но... Это эмочка, да, или что это? Эмочка, эмочка. Надо XXL, вы же знаете. Ну, в такой теме, мне кажется, даже лучше будет ехать, понимаете? Ну, вот, фирменная гаража. Да, огонь. Нормально? Огонь. Даже по фэншую? По фэншую. Все, секретный гараж. В бой! В бой. Ну, что, надо собираться ехать уже. Водитель. Документами все это решите, да, потом обратно, если что? Конечно. Ну, вообще, брату, и так, понимаете, да? Ну, лучше там, да, если что, передает. Ну, и номера, как это. Да, конечно, ну, как документы без номеров. Номера как бонус, да. Хорошая была футболка, между прочим. Так пойдет на тряпки. Ну, что, пошли за водителем. В бой. Вот это же. Это нереально. И вот так 600 километров. Заправляться надо через... Блин. Заправляться надо через каждые 100. Потому что у нас бак на 45 литров, а расход у нее 42. Ваши ощущения? Всю жизнь мечтал. Органы управления адские блокировочки. Вернее, не блокировочки, а подключения мостов. Манометр тормозной системы. Вот это вот петерапуры. Это... Блин. Это жалюзи, короче, радиаторные. Ну, и много всякой информации. Кстати, у нас не работает спидометр, поэтому на какой скорости мы поедем, я не знаю, Герюк. Реально. Будем ощущать по количеству мух, залетающих в столов. Да-да-да. Да у нас, смотри, есть позитивный персонаж. На место Казафея. И вонючка. А что с Казафеем? Он решил остаться дома? Не-не, Казафеевич сторожит BMW. Он постирался и сторожит BMW. Вообще, по ощущениям, такое чувство, что мы едем километров 60. Но на самом деле это не так, потому что... Ну, от силы мы сейчас едем в 40. Ну, реально непередаваемое ощущение. Просто непередаваемое. Вообще, ага. Так, адская техника. Начинается коробка передач. Первая. Все не как людей. Газу больше, топку в пол. Да, нихуя себе. Вторая. Это адская кричевыга вообще. Ощущение непередаваемое. Как будто я немного на правую. Не забывай двойной выжив. Не-не, вроде один, а никакой двойной. А я думал, простит. А теперь пятая. Ну, нормально, кстати, бодро набирает. Тормоза херовые, да? А тут у нас... О, тормоза здесь не плачки. Блядь. О, ебанико, мазистый. Разъехать. Адская штука, просто. Блядь. Лежачие полицейские почти как на пневмве вообще. Это будет смешно казаться, но сейчас я включаю пятую передачу. Где 300 сектор газа? Почетная парафизия, колхозный тракторист. Где гирюк реально? Я никогда в жизни не управлял такими автомобилями. А уж тем более, сейчас нам предстоит проехать на ней 600. И, кстати, вот мы сейчас по асфальту разгоняемся, рубимся. Она мерзоблагостна, вообще непонятно, куда едет. И у нас колеса сжеванные, ее тянет либо вправо, либо влево. Да, смотри, тут еще и автонусная. Реально, да? Вообще огонь. Главное, чтобы сейчас хватило топлива до заправки. Мы правда не знаем, какая у нас скорость сейчас, потому что не работает с мидоритом. Ну, короче, путешествие до Питера, я думаю, займет реально не 16 часов, а все 20. Все 20, реально. Надо заехать реально как бы на заправку, хотя нам часто туда заезжать. И помимо бензина, купить еще масло и всяких там, в общем, провизий, термос налить и бой, как сказал бы Катафейн. Ну что, включаем ускорители и погнали. Давай, дай их. Ничего не происходит. Доехала? Да, я думаю, что хватит. Мне больше всего, конечно же, продолжает вот эта штука нравиться. Нормальный сумотык такой. Вы особо не отговорились, что 600 километров. Может. А то при 60 что-то как-то немножко колдыбит его. Может. Доставай канистры. Короче, первое приключение. Ну, в принципе, и сразу было понятно, что колесам кирдык, в смысле покрышкам. Вот, очень передние кривые, настолько, что прям в руле дает прям дикую вибрацию. Позвонил волшебнику, спросил, сколько мы ехали. Он говорит, что скорость в среднем составила 60 километров в час. Поэтому, считайте, 600 верст, 60 километров в час. 10 часов. Но, скорее всего, в пути что-нибудь еще произойдет, поэтому, возможно, что-то пойдет не так. Где 600? Нет, ну, по разъебанной мы просто что-нибудь потеряем, на самом деле. Колесо как-то еще что-нибудь, не дай бог. Поедем, пускай 730, но будем просто меняться, на самом деле. Меняться. Так как мы не можем... Да, поменяем поближе к городу на другой автомобиль. Да. Приключения продолжаются. Мне нравится. Мне нравится. Аппарат достойный. Как в армии, ей-богу. Только этот вообще конченый аппарат. Редкие случаи. Волшебник снял кепку. И этот тоже одел. И тут же одел. Свет горит, блин. А свет почему не выключили? Нам, у нас аккумуляторов много просто. Очень интересное устройство моста, конечно. Что? Тут на УАЗике какие-то сейчас. Ну да. Еще похоже. Тормоза тоже адские, я тебе хочу сказать. Вообще. Тормозит, но как тебе сказать? Могло быть и лучше. Могло быть и лучше. С такими тормозами лучше иметь каску, Илюх. Ты давно мечтал походить по капоту, да? А, стоп. Мы чуть не забыли самое главное. Герметичная пробка. Кстати, по-моему, из березки. Мы знаешь, что забыли? Будет преступлением, если мы поедем без флага. Пойдем в пусты. Пойдем в пусты. Давай я его гоняю. Мы же по дороге сюда купили флаг. На самом деле, вот эту историю можно приурочить к пробегу, к дню победы в Великой Отечественной войне. Вот. Поэтому сейчас я флагшток нахомячу и поедем с флагом. Я, наверное, сейчас быстренько, если что, метнусь в машинку. Тайсон, не надо. Слушай, ну Тайсон, он же не бык быть. Я, если что, открою, Гоша, сюда, чук, заходим. Не надо, чук. А, то есть ты как его, да? Тайсон, он такой, он может здесь и дверь отгрызть. Я, знаешь, что ты думаешь? Смотри, можно даже как-то у нас с крепухами проблемы. Я предлагаю. Вот так вот, думаешь? Да, сейчас у меня тут даже есть. Не, ну так зеркало нанотехнологии. В это зеркало все ни хрена не видать. Ни хрена не видно? Вообще ничего. Сейчас. Он отвалится так. Да не отвалится, мне кажется, так уже делали. Смотри. Опа, и проволочка. Ага. Весь мир на скотче. Ну что? Смотри, красота. Я думаю, что достойный автопробег. Да, с днем победы. Ну что, Кирюх, заводи, поехали. Газу, газу, газу. Эх, Ося. А если она есть? Ну давай посмотрим. Может быть, искраб просто пропал. Он же говорит, у него искра была, пропала. Он поменял. Короче, первый этап на Миндеку. Может там контакт какой-то. Сколько мы проехали? Километров пять. Ну да, в лучшем случае. Да, вот искра. Нифига тут короче. Да, приборы протер. Красавчик. Заводи. Должна быть. Заводи, Бибику. Стоп. Есть искра. Есть искра. Искра есть. Значит, перелил, да, Майца? Да, видимо. Тут вообще все такое выебанное. О. У нас еще есть проблемы, Хьюстон. Да. Слышишь? Сейчас, тихо. Вот, тихо слушай. Да. Да. Это тормоза. Это пневмотормоза. Ну, компрессор качает, так что все огонь. Манометр пока держит. Ну, а так, в принципе, проблемы. Здесь по электрике-то нету, но ничего такого. Опа. Че? А, то есть даже она электрическим образом может? 21 век. Аккумулятор не сажайте. Не сажай, Акум, реально. Заводи, Бибику. Заводи, Бибику. Заводи, Бибику. Хуй. Что случилось, интересно? Одно из двух. Либо топлива мало, либо его перелили. Да, одно из двух. Ну, так как залили. Так как мы заглохли на въезде. Ну, нет, дожди, мы же заводимся. И где-то туда 38 литров. А бак 45, да? Бак 45, да. Факинга щит. Любопытная история. Слушайте, в этой машине нет ничего сложного. Абсолютно ничего сложного в ней же нет. Так в том-то и дело, что ничего сложного нет. Может, выпачок бензина? Чудес-то не бывает. Вот тут, дали-ка сюда. Все, подожди, Лёха. Насосом она марка. Все, все такое, блин. Пошло? Что-то происходит. Ну-ка, давай! Я понял, кажется. Давай еще. Сейчас, подожди. Давай! Пошло, мазуха. Все на самом деле оказалось просто. Георгий, вы все починили. Ты подсосал, и она завелась. Я вам хочу сказать, что я потом вам скажу, что начинается. У нас очень плохой топливный насос. Он умирает. Я понял. Нам надо на всякий топливный насос. Простой здесь недорогой топливный насос. Может быть, какая-нибудь магазина? Да, конечно же. Я думаю, что нет проблем. В любом уголке России можно найти топливный насос на 157-й Зил. Да? Главное, не глушить его. Да. Короче, эй, слышь, ты гламурный водила. Не глуши суперкар. Валим? Валим. Нормально. С первыми проблемами справились. Едем. Чуть не задавил вообще. Итак, вывернули свечку. Заглушили горшок. В бой. Здравствуй, елка. Новый год. Никогда не открывайте радиаторы. Ой, ой, ой. Давай. Давай, давай. Давай, давай. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Продолжение следует...